Зевнув, мадам Боур вышла во двор, где ее приветствовал Виктор Михайлович Полесов, слесарь-интеллигент со средним образованием. Ну ты чего дожили, а? Вчера весь город обегал, плашек пять восьмых достать не мог. Нет! Нет у них, а? Нет! А Трамай собирается пустить. Елена Станиславовна, имевшая о плашках в пять восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, все же посочувствовала. Какие у них магазины? А какие у них трамваи? Действительно, какие у них трамваи? Здесь стекла даже не в резине ставят. Ну вот вам и трамвай. Лично я на него не сяду. А я сяду? Я не сяду. Это же харьковская работа. А кто сядет? Я не знаю. Я уже вам сказала. Она версты не протянет. Да у них надо плашки трех восьмых иметь. Трамвай, а то... Трамвай, трамвай! Плашек нет! Среди кустарей, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов чаще других попадал в просара. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Целыми днями он бегал по городу, распоряжался, давал ценные советы. Ему было не до работы. Кто так раствор кладет, а? Ты что, не вижу, ты неровно кладешь? А? Ну-ка, дай-ка сюда. Уйди отсюда. Уйди, чтобы я тебя вообще не видел. Это что, у тебя стружка, да? Ну-ка, дай-ка рубанок. Уйди отсюда. Уйди, чтобы я тебя не видел. Ты как отакты подгоняешь? Ты что, не видишь, что у тебя напряжение совпадает? А? Ну-ка, дай-ка, уйди. Уйди, раз напряжение ничего не понимаешь. Что ли ты морда не предупредил, что она у тебя под напряжением? При наличии и отсутствии пропитанных шпал, это будет не трамвай, это будет одно горе. Слушайте, вы знаете, кого я сегодня видел? А? Воробьянинова Ипполит Матвеевича. Ворота будет требовать хам. Стойте так, только умоляю, не шевелитесь, а я пока спрячусь в колодец. Кокодюка, смотреть не буду. Ведь слесаря опять нету? Ах, я не знаю, я ничего не знаю. А кто знает? Кто знает? Хам, 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 я тебе покажу, мерзавец, а? Вы заманили о себе хамы, мерзавцы, а? Хам, да будет, он будет. Слушайте лучше, что я вам скажу. Вы действительно убеждены, что видели воробьянина. Да говорю, что это был он, он, но только без усов. Хам, мерзавец. Господи. Воробьянина, воробьянина. Зачем он сюда приехал, как вы думаете? А как вы думаете? Уж во всяком случае, не с большевиками договоры подписывать. Он подвергает хамам, мерзавец. Елена Станиславовна, усы даром не сбривают. Он прибыл из-за границы. Ну, безусловно. С какой целью, как вы думаете? Ну, не будьте ребенком. Мне все равно, я должна его увидеть. Ну, вы знаете, чем рискуете? Мне все равно, я должна его увидеть. После десяти лет разлуки я должна увидеть Ипполита Матвича. Я вас умоляю, найдите его, узнайте где он. Вам это нетрудно, вы везде бываете. Передайте ему, что я хочу его видеть, слышите? Передам, я найду его и свяжусь с ним.